Хоба! Привет, с вами доктор Влад, у нас плюс 28, и духота страшная, и чё-то тучки. Ну ладно, хорошо. Так, вот вы вчера накаркали, что у вас давно не было дождя. Ну вот, пошёл. Спасибо, каркуши мои. Так, Яха Ньюс передаёт, что российский министр иностранных дел посетил Монголию с просьбой о помощи. А, монголы помогут, да. Путин удивился иностранному происхождению кормов для животных. Они всю дорогу удивляются. Президент Путин поддержал идею о производстве кормов для домашних животных в России. Ой, бедные кошки и собаки. Российскую воинскую часть рядом с Украиной, она ещё не зашла в Украину, атаковали вооружённые люди. Трое неизвестных атаковали 5 июля воинскую часть в Клинцах Брянской области. Леночка, привет. Так, Клинцы, да. Ну вот так, атаковали. Автоматные очереди. Боже, что мы. Скрылись они, скрылись, да. Так, Путин присвоил почётное наименование гвардейского 80-му танковому полку. Вот оно что. Джонсон рассказал о новых военных поставках Украине. Вот не успокоится, мужик. Молодец. 10 самоходных артиллерийских установок. Вот оно как. Так, Госдура подняла закон о признании ветеранами гражданских участников спецопераций. Вот оно что. Так, Рогозин назвал завод судного дня самым безопасным местом на земле. Это где такой? Красноярский машиностроительный завод Красмаш. Там, где делают сарматы. А почему же оно самое безопасное? Как грохнется эта сармата, и всё. И будет сармата. Президент Мексики призвал снести статую свободы. Бухал, наверное, мужик. Бухал. А это что такое? Просят меня объяснить, что я человек. Вы человек? Да не хочу. Я лучше посмотрю, что здесь было. Так, Кремль опроверг информацию об отказе Си Циньпиня посетить Россию по приглашению Путина. Опровергли. Вот у меня сразу спрашивают. Вы человек? Нет, я робот. Айкея предложили впаять штраф за срыв распродажи. Будете сидеть на тубаретках? Так, троих подозреваемых в избиении туриста на российском пляже отправили в СИЗО. Это где? В Адлере. В Адлере, да. Кубаноинского края. Так, курс рубля резко упал. Падает все, падает. Так, запашный пожаловался на протекающий цирк. В Москве протекает крыша у цирка. В Кремле давно все крыши протекли. Так, сеть КФС в России сменит владельца. Ну и кто будет? Этот, Ротенберг какой-нибудь. Да хорошо, ладно. Они ушли, чтобы вы знали. Это курочки такие, КФС. ФСБ обыскивает жилье и рабочее место главы ГИБДД Санкт-Петербурга и области. Превривался. Генерал, генерал. Так, американские ракетные комплексы прибудут на САМС какие-то. Прибудут в ближайшее время на Украину. Ах, хорошо. Так, что еще? Все, США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров. Ну, не совсем воздушные шары. Тут, этот, дирижопль такой. Он будет висеть просто и ждать вот эти ракеты. Ну, хорошо, ладно. Так, аэростаты. А, вот они как называют дирижопли. Аэростаты должны расположиться в стратосфере и заменить более дорогие спутники. Да. Фольксвагон закрывает производство в Нижнем Новгороде. Все, закрыли до свидос. Так, на Камчатке проверят слова чиновника, назвавшего туристов нищебродствующей саранчой. Губернатор Камчатки так говорит. Дебио. Так, что еще? Цены на пушеницу с марта упали почти на 40%. А вот так, ребята. И на соевых баб тоже. Ой, соевые бобы. Тоже упала цена. Так, торговый центр в Москве опустили на четверть. Ну, тоже упали все. Все падает, ребята. Так, москвичка вспомнила способы выживания в 90-е годы. Разводили кур под балконом. Я когда в Саратове жил, у нас там Татарин на первом этаже жил. Большая у него семья. И вот они разводили коз. Прям под балконом, да. Такая воничь. Ну, ладно. Ну, что ж теперь делать? Так. Крупный град прошел в Подмосковье и попал на видео. Подмосковье, Клинской район. Все градом, все. Засыпало все. Так. МЧС. Это чего? Экстренно предупредило москвичей о грозе и сильном ветре. По делу москвичам. Так. В Рязани засняли голову мужчину, который вылез за окно дома. Ну, он вылез в окно, короче. А там труба какая-то. Он стоит, вот, голой задницей светит. Зачем он так это сделал? Я не знаю. Так. В Твери женщина-водитель требовала у детской реанимации уступить ей дорогу. Вот оно что. Так. Про Казань. Это что такое здесь? Вот тоже не открываются. Так. Могилу умершей в 2016 году актрисы Натальи Крачковской сравняли землю и засыпали щебнем. Это новости Казани. Зачем это сделали? Я не знаю. В Башкирии возбудили уголовное дело по факту надругательства малолетних хоккеистов над сверстником. Ужасно это. В Ишиме женщина оставила младенца на улице и ушла. Чтобы вы знали, я там работал под Ишимом с 1979 по 1983 год. Да, ну, младенца нашли. И почему-то здесь написано, что он сейчас... Так. Он был доставлен в соматическое отделение областной больницы. Областная больницы. Областная больница в Тюмени. Это довольно-таки далеко. Это несколько сотен километров. А в Ишиме есть районка. Что уж прям надо было... Да, это они перепутали. Они не имеют понятия, что такое областная больница и районная. Так. Ливень затопил улицы в Москве и Петербурге. Ну, не страшно. Москвичам, петербуржцам. Они вообще не тонут. Да. Их вот так вот раз-раз. А он не тонет. Оно. Так. Это что такое? В деревне Микулишки Гродненской области уничтожили кладбище польских солдат. Могилы просто сравняли с землей. Это Беларусь, если вы не знаете. Вот Евгений Ройзман сразу комментирует. Банда дебилов. Да. Так. Из Крыма на дорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. Бавовна Буде. Пора Бавовну устраивать. Да. Так. Понравилось это Ходорковский. Передайте Путину. Хорошо, что все идет по плану. Плохо, что план дерьмо. Угу. Около триллиона долларов Путинской России заплатят за войну 24 февраля. Еще по 500 миллиардов. В счет репарации за Донбасс и Крым. Итого из украденных и вывезенных путинистами денег не останется ничего. Страна снова окажется у разбитого корыта 1913 года. Да. Ну посмотрим. Опса. Вот так. Это кто? Рустем Адагамов пишет. Он всегда правду пишет. Председатель КНР Си Зиньпинь отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Чего бы Песков не говорил. Вот это сообщает радио Free Asia. Ну, Свободная Азия. Ну, РФА. Вот так. Хорошо. Вот это я понимаю помощь. 13 украинских больниц бесплатно получили более 150 флаконов спинраза для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Болезнь, которую лечит один укол за 100 тысяч долларов. В Украине, значит, СМА, вот эта вот, ну, спинальная мышечная атрофия подтверждена у 200 детей. Еще 50 флаконов должны поставить позже. Хорошо. Так. Алена Попова на Твиттере. Деградация российского здравоохранения и науки достигла такого масштаба, что хорошо оборудованные украинские больницы и научные центры могут восприниматься как биолаборатории США. Ну, да, так. Так, в Север-Донецке унитазные войска начали вывозить из уцелевших домов мебель и технику Уралами. Ну, машина такая, да. Освобождение продолжается. Да, он везут. Велосипед, вон. В телефонном разговоре с главой Евросовета президент Казахстана Такаев предложил использовать углеводородный потенциал своей страны с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках. Проще говоря, он предложил заменить российскую нефть для Евросоюза на казахстанскую. Вот оно как. Так, так, хорошо. Путин хотел расшириться, а на самом деле не только Украину он не завоевал, еще бегут от него и Казахстан, и Киргизия, все-все, кто могут, узбеки. Так, опа, российские туристы устроили скандал в Египте из-за закрытого пляжа с акулами. Комментарий. Откройте им пляжи, акулы тоже кушать хотят. Так. СССР вывез из Германии 2885 заводов. Жуков вывез из Германии 4 километра тканей, 29 статуй, 50 ковров и 8 баянов. Россия вывезла из Мариуполя медоборудование, каток, фонтан, детские площадки и начала вывозить тротуарную плитку. Плитку, восстановление по-русски смогли повторить, да. Это все твиттер, ребята. На твиттере вся правда. Средняя продолжительность жизни в стране растет, это в России. Никто не хочет умирать, всем интересно, чем закончится этот писец. Ну да, ребята, правильно. Я давно об этом говорю, я спортом занимаюсь, хочу дождаться, когда Путина похоронят. Так. Феноменом советский человек должны заниматься психиатры. Отсутствующая память. Неспособность критически оценивать информацию. Инфантильность. Готовность на жертвы ради утопических идей. Даже имея прямо перед глазами доказательства своей глупости, упрямо поступать себе во вред. Ну да, советский народ нас учили на уроках истории. Новая историческая общность, советский народ. Вот оно и есть. Полиция в Москве не разрешила депутату горсовета Козыла Роману Томоеву развернуть флаг республики Тува на Красной площади. Флаг Тувы желтый-голубой. Депутаты сразу окружили 10 силовиков с дубинками. Да. Казахстан будет разрывать с российскими компаниями договора аренды судов, если они будут перевозить украинское зерно. Министерство индустрии Казахстана. Ух ты, черт. Бюджет Роскосмоса сокращается на 21,4 миллиарда рублей. Он станет меньше, чем АСИ. Это космическое агентство Италии. Ах, вот это да. Все оставшиеся деньги украдет Пидони Рогозин. Угу. Так, а вот что такое дешево и сердито. А нам зачем нужно, чтобы к нам ехали задешево? Какой будет толк для экономики, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Вот это министр природных ресурсов Камчатского края. Он говорит о бюджетных туристах. Ну, тех, которых отсылают просто. Ну, знаете, что такое бюджетные туристы. Так, Борис Немцов говорил, что пока моль не уничтожит страну, не успокоится. И вот теперь, практически покончив со страной, она принялась уничтожать и другие страны. Да. Так, если Россию объявят страной спонсором терроризма, то всем россиянам без исключения перестанут выдавать шенгенские визы. Так, по состоянию 21-й год в список стран спонсоров терроризма входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Так, министры иностранных дел в Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Вот так вот, ребята. Так, Rolling Stones и Guns N' Roses поддержали Украину на концерте в Лондоне. Во время исполнения песни Джимми Шелтер за спинами музыкантов на огромном экране сначала появился синий-желтый флаг, а затем показали кадры разрушенных Россией и мирных украинских городов. Ой, это такие старые группы, что Rolling Stones, что Guns N' Roses. Угу, вот так. Так, что еще? Мишуйский потребовал немедленно научиться производить лекарства без иностранного оборудования. У меня нет слов, ребята. Так, неделя азиатской кухни. Рестораны «Вкусная точка» объяснили появление насекомых в бургерах. Ну да, там тараканов нашли, да. Неделя азиатской кухни. Ходят слухи, что вокруг ресторанов сети «Вкусная точка» разрешат делать закладки. Ну, знаешь, что такое закладки? Наркота, да? Сразу комментарий вокруг, да прямо у них на кассе. И в самом тоже, да. «Торчует и точка» будет называться. Угу. Швец говорит, Швеца знаете, да? Друг бывшей Путина, собутыльник. Ну, сейчас он выступает, в общем, часто. Так, Швец говорит, штаты расконсервировали несколько сот абрамсов. Это танки такие. И начали регламентные работы по приведению их в рабочее состояние. Подобные работы не проводились уже несколько лет. Из чего бы это? Причины не называются. Хорошо, да. Си отказался от приглашения Пу посетить Ру. Поняли, да. В Петербурге найден мертвым еще один топ-менеджер из газовой отрасли. Это пятая смерть за полгода. В пригороде Петербурга найдено тело 61-летнего Юрия Воронова, главы транспортной компании Астрошиппинг. Ну, в общем, оттуда же, из газовой отрасли. Интересно. Не могу не поделиться прекрасным. Пациентка вчера решила оценить, наверное, врачиха пишет, да. Решила оценить импортозамещенные вкусные точки. Сегодня рвота трехкратная, диарея, ну, это понос, многократная. От Боткина отказалась. Сказала, что сама победит. Вот так, ребята. И последнее. Мне понравилось. Коллега сейчас рассказал, что иногда заставляет смотреть свою жену передачи Соловьева, для того, чтобы показать, что есть еще больше идиота, чем он сам. Ну, вот так, ребята. Все у меня на сегодня. Пойдем с собаками гулять. С вами доктор Влад.